Музыка 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 Вот утром просыпаемся и тут вода течет на море, канализация. Это не вода, а канализация. Тут искать, обнаружить не надо. Тут любому видно. Музыка 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 Вот такая проблема. Музыка 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 Он денег стоит. Им там 30 предпринимателей. Я один каждый год заказываю машину в водоканале. В мае месяце приезжает, полностью у меня канализация чистит. Ну, она стоит денег, понятно, но без этого не обойтись. Чистит, вымевает полностью под давление. И я спокойно работаю все лето, ни о чем не думаю. А у них уже 5-6 год, никто и не занимался этим. Никто абсолютно. Винить городской власть я не хочу. Они сами могли бы по 200-300 гривен скинуться, нанимать эту машину, почистить и спокойно работать. Я не думаю, что они не заработали этих 300-400 гривен, поверьте. Просто я еще раз говорю, им по барабану, они не дышат, не слышат и не видят. Но я еще раз говорю, я могу решать и негативно, и так, чтобы было всем хорошо. Я могу закрыть полностью эту канализацию, чтобы вода сюда не текла, и у меня в заведении не потычет. У меня все номера мокрые на данный момент. Все номера, абсолютно. Вот я могу показать вам. И зачем я должен это терпеть, скажите, пожалуйста. Пускай дадут мне возможность, я сделаю его. Я сейчас позвоню, приедет машина, вычистит, пускай соберут, деньги отдадут, если не знают, где эта машина находится. У нас в городе, в водоканале, идут, выписывают официально, платят деньги, машина приезжает за час, за полтора, за два часа, он вычистит, двигает полностью, будет чистенько, чистенько. И никаких проблем не будет. Бело бы желание. Дети играют. И мы хотим, чтобы сюда привлекать нормальных людей. Нормальные люди никогда не придут. И все предприниматели плачут, работы нету, работы нету. Конечно, не будет. Какой нормальный человек может прийти по этой говне, пройти и сидеть, который везде вонь? Конечно, никто не придет. Я еще раз говорю, я никого не хочу винить. Но эту проблему можно было сами предприниматели с весны решать уже. Каждый знает, что он должен два месяца, три месяца должен работать. Они могли бы скинуться, собираться в кучу, скинуться и решать эту проблему. А городской власть, я виню в чем, он может прийти, отключить воду навсегда. Пока не сделаете, у вас воды не будет. Идите, сядьте и думайте. Как электроэнергию не плотишь, приходят, выключают. Воду не плотишь, выключают. Так же и тут, пока не сделаете, никто вам воду не даст. Пускай носят, не знаю, ведрами, работают. Это их проблема. Зараз воду отключили, так? Ну, я не знаю. Я не знаю. Ну, отключили, не отключили. Но факт, потому что он течет. До сих пор он течет. Даже если отключили. Ну, хорошо, отключили. Через день опять включат. Опять такая ситуация будет. Это не первый раз и не второй раз. Вот сейчас он отключили, пока он высохнет. Он как высохнет, уже можно будет ездить, ходить. Утром просыпаешься, опять такая самая ситуация. Сегодня ночью у нас произошел прорыв воды или канализация. Даже не могу сказать честной правды, потому что я не специалист в этом. Есть специальное коммунальное предприятие, водоканал, который отвечает за это. И она может объяснить точно, что произошло здесь у нас на море. Выяснили наши работники и, конечно, те люди, которые находятся рядом. Ну, предприниматели. Они дали нам сигнал, что пошел с люка, пошла вода. И мы, как говорится, приехали на место посмотреть, в чем дело, какая ситуация сейчас происходит. Чи вы уже обратились к водоканалу с целью проблемой? В течение сезона у нас неоднократно были потопы. Та же самая вода выходила сюда на пляж. Но мы старались своими силами решить вопрос. Ну, понятно, что я давал знать заммэра, директору коммунального предприятия Шестову Андрею Викторовичу, что у нас такая ситуация есть. И что, как бы, водоканал обязан эту работу проводить. Ну, в ответ я не услышал ничего, чтобы они проводили эту работу. Севодни канализационные мережи, они у вас есть на балансе? На балансе только коммунальное предприятие Южнского сбережья передали счетчик, который должен у нас проходить по дешевой и по родничке для людей. Все другое остальное, это на балансе, я так понимаю, или у УКСа, или на балансе Шестова Андрея Викторовича у водоканала. На данный момент у меня у работников на предприятии нет специалиста, который бы отвечал за водоводведение и за воду, это то есть сантехника. А территория ваша, ну, на вас, как бы... Еще раз, в нашей громаде всем людям объясняю, коммунальное предприятие отвечает, конечно, за благоустрий, за уборку, за покос травы, ну, и так, чтобы наведение порядка. Но за воду канализацию есть специальное предприятие, которое отвечает именно за воду и за канализацию. Сейчас с предпринимателем мы собирались, мы просмотрели, за что предприниматели платят, ну, за воду и за водоводведение. За это они платят, но на данный момент они не получают, предприниматели, ту услугу, которая на данный момент она есть. Ну, вы видим, за что мы получаем на выходе. Есть договор, ну, с КП Южводоканал на обслуговывание? В любом случае, мы прекрасно понимаем, если водоканал подает воду, значит, он должен давать и водоводведение. Просто так не делается. Ну, я сейчас смотрю, как бы, работая с предпринимателями, работая с активными людьми, которые в этом немного понимают, в этой структуре, здесь и с нарушением, я так понимаю, была и канализация построена, водоводведение. Здесь надо все глобально переделывать. Ну, это более масштабнее, эта работа должна производиться. На данный момент у меня нету, если мы раньше справлялись с своими силами, с сантехниками, но здесь нужна техника, которая может прочистить и канализацию, и закрыть вопрос. Ну, раз в месяц заезжают, сделали, и все, и этого бы не было, и у нас пляж бы чистый, был бы и красивый. Это проблема не сегодняшнего дня, это проблема уже нескольких лет, каждый сезон она повторяется, и, к сожалению, лиц, от которых это зависит, не предпринимаются никакие действия к ее решению. Дело в том, что в свое время, уже достаточно давно, несколько лет назад, по инициативе группы предпринимателей, которые собирались в свое время строить там торговые точки, ну, на пляже, Южеводоканалом были выданы технические условия на подключение к канализации. Эта точка находится на самой КНС. На самой КНС. Значит, группа предпринимателей, я так понимаю, что изготовила проект, построила на свое усмотрение сети и подключилась в точке, которая указана была Южеводоканала. Но на этом они решили, что их обязанность, вернее, все, что они хотели, они сделали. Но неправда. Кроме строительства, есть еще и обслуживание. И если они хотят, чтобы эта канализация работала и работала так, как ей положено, то ее нужно обслуживать. К сожалению, у нас ничто не обслуживается бесплатно. Для примера я вот всегда... Это же не первого дня проблема. И обсуждение, и круглые столы, и встречи происходили, и происходят до сих пор. И на каждой такой встрече привожу в пример наши многоквартирные дома, в которых хорошо, что законодательно это определено, что жители сами содержат свои сети, в том числе и канализационные. К сожалению, для групп предпринимателей, которые строятся возле пляжа в городе Южном, таких специальных законов не придумали, но от этого ничего не меняется. Они построили эту канализацию, и для того, чтобы она функционировала, ее нужно обслуживать. Для этого нужно нанимать предприятия, для этого можно нанимать людей, но кто-то должен обслуживать. Я знаю, что на начало этого года, когда очередной раз стала проблема, что такое случится, шли обсуждения, как действовать дальше. Знаю, были предложения от предпринимателей, которые предлагали, за сколько они могли бы обслуживать эту систему. Группы предпринимателей были взяты эти предложения, но ответы не последовало, и все осталось на том же месте, где оно есть сегодня. Сегодня нам предприниматели показывали квитанции за сплату за воду и канализацию вашему предпринимству. Чи маете это вы робите, ваше предпринимство? Давайте, наверное, я еще раз приведу в пример наши многоэтажные дома, в которых точно такие же квитанции, точно так же там есть за воду и за канализацию. Но обязательства лежат, обязательства обслуживания своих сетей лежат по-прежнему на жителях. И они, кроме того, что оплачивают за стоки, они оплачивают заработную плату своему сантехнику, которая обслуживает сети их дома. Эти правила совершенно так же касаются и предпринимателей, которые находятся на Южненском пляже. Да, мы принимаем плату за стоки, но только за то, что по линиям Южного водоканала эти стоки перекачиваются на Одесский припортовый завод. За обслуживание этих линий и за перекачку мы взимаем плату, называется она за водоведведение. Чи эти канализации у вас на балансе? Нет, эта канализация не находится на балансе Южного водоканала. Более того, она не может быть на балансе Южного водоканала, потому что это частная канализация, люди частным образом ее построили и сами должны ее эксплуатировать. Чи может быть такая ситуация, чтобы ее поставить на баланс и чтобы вы ее обслуживали? Нет, значит, эта канализация, ну, наверное, не только, на мой взгляд, сделана несколько с отклонением от норм. Как для примера я хочу сказать, что эти все торговые точки являются точками общепита, а любая точка общепита в обязательном порядке комплектуется жироуловителями, чего нету там ни в одной точке. Собственно, у них и все проблемы о том, что нету жироуловителей и некорректно пользуются канализацией, тряпки, ну, и все, что не положено туда кидаются. Но основное, это, конечно, жироуловитель. То есть она построена, во-первых, с нарушением, ее нельзя принять, потому что она неправильно сделана. А на этом месте в воду, в местную канализацию, проблем там не возникает, да? Это сразу идет в приемную камеру, где все стоки собираются, а потом оно проходит через дробилки, потом оно все проходит через грабли, где вот эти все отложения, они все собираются и нами утилизируются. Чи звертались до вас інши підприемцы, інших точок, и чи можете вы надавать такую послугу, чтобы, ну, цей водовидкачка чи продувка, как оно правильно там називается, чтобы, ну, допомогти этим предприемцям? Да, конечно, мы делаем работы не только по обслуживанию сетей, мы делаем работы по договорам. За отдельную плату по договору мы и промоем эти сети, если будет такой договор.